Армяне-созидатели. Армяне плечом к плечу завещали независимость Абхазии. И если это надо будет повторять, то это надежный народ. Предприниматели Сочи, мы все рядом находимся, и мы готовы. И мы и в том году хотели, но очень много таких стен стоят перед нами. Очень много стен. Ну и один из таких вопросов, который немаловажен, чтобы все-таки правоохранительные органы, тоже надо с ними поработать. Бизнес должен быть защищен, чтобы мы вкладывали деньги и не боялись, что мы не докончим, у нас отберут, или мы чего-то опасались. Ведь каждый человек, когда вкладывает деньги, особенно в другого государства, он должен понимать, что там конкретно он защищен, что эти деньги будут приносить прибыль как ему, так и тому государству, куда он вкладывает деньги. Тем, кто здесь живет, рядом находящаяся страна, важна. Мы с вами связаны, мы с вами и завтра должны, наверное, решать многие проблемы, которые позволят изменить облик Абхазии и решать проблемы, которые будут и содействовать развитию инвестиционных проектов, создание возможностей для того, чтобы Абхазия не осталась в стороне от тех процессов, которые происходят в мире и тем более в России. Сегодня мы говорим о будущем президенте Абхазии. Этот человек мужественный, взваливает на свои плечи огромную ношу, огромную. Сегодня мы должны говорить о помощи ему, но не без того, что и о советах. Вот я несколько постарше вас, я бы что сказал, если вы будете одинаково относиться и к армянам, и к своим, и ко всем проживающим, я знаю, что, как и Сочи, Абхазия многонациональная республика. Я и Абхазскую, и Грузинскую войну, и Афганистан прошел, и после всего этого я всегда участвовал сколько мог в политической жизни Абхазии. И лет 10 конкретно я с Раул Джумковичем рядом, и мы всегда мечтали, чтобы он стал президентом и привел порядок в страну. Заключите договор о сотрудничестве именно с Татарстаном. Она первая в России по всем, по всем показателям, я в этом буду вам содействовать и помогать. Кстати, он тогда был премьер-министром, сейчас он президент, Миниханов. Месяц назад он был здесь. Оказывается, они тоже следят. И он меня спросил, а каковы шансы у Хаджимова? Я говорю, 100% он пройдет. Ура! То есть, имейте в виду, следя за вами. С такой командой, с такой командой вы должны победить, а армяне должны содействовать. На сегодняшний день стоит вопрос о границе по реке Псо. Мы сторонники того, и российская сторона готова разговаривать на эту тему, открыть полностью границу, снять все так называемые преграды, которые есть на этом участке. У нас всегда волнует один вопрос, вопрос всегда о наших соотечественниках. Мы думаем о них, и мы благодарны Республике Абхазии, что когда-то наших предков в конце 19-го, начале 20-го века приняли они, дали земли, дали возможность для того, чтобы становились в Абхазии армянское население. На сегодняшний день нас, наверное, еще немного волнует вопрос, как будут обстоять дела со школами, статусами армянских школ, которые будут находиться так, будут ли они обеспечены государственной стороны бюджетными средствами и так далее. И какой будет статус вообще армянского населения, как многонациональное государство Абхазия. Очень хорошо было, между прочим, сказано о том, что будет пропорциональное там участие в управлении государством. Что касается отношения к армянскому образовательному процессу, конечно, мы будем готовы и должны делать это все для того, чтобы, раз мы живем в едином пространстве, и все для того, чтобы это получало дальнейшее развитие. Что касается вопросов, я еще раз говорю, отношений друг к другу, национальности, которые проживают, здесь никаких даже не может быть каких-то кривотолков по отношению к тому, что этим нужно помогать больше, этим меньше. У нас отношения должны быть одинаковые ко всем тем, кто занимается, учится, живет. Никаких других подходов быть не может. Мы родились в Абхазии, мы абхазцы в этом понимании. Мы армяне, мы этнические армяне, мы принадлежим к армянской нации. Мы живем в одной стране, находясь здесь в Сочи, я тоже вкладываю, скажем, бизнес в Абхазии, в любом случае, когда каждый человек выполняет свою функцию. Но здесь главное, чтобы пришел человек системник, который выстроит все эти механизмы. Есть вопросы политические, связанные с железной дорогой, связанные с самолетом 3-50. Это непростые вопросы. Опять нужно налаживать систему. У меня глубокое убеждение, что этот человек любит свой народ, свою республику и сделает все, чтобы поменьше было бы коррупции, поменьше было бы всего остального и поднять бы экономику для того, чтобы республика начала бы шагать в сторону улучшения. Поэтому я могу сказать в добрый путь.